Добро пожаловать на канал «Цвет настроения». Актер, шоумен Никита Джигурда после шести лет борьбы за многомиллионное наследство своей подруги-предпринимательницы Людмилы Браташ потерпел поражение в суде. Соответствующее положение на днях появилось на сайте Мосгорсуда. Напомню, предприниматель Людмила Браташ скончалась в 2016 году при загадочных обстоятельствах, после чего и началась борьба за наследство между ее другом небезызвестным Никитой Джигурдой и сестрой покойной Светланой Романовой. А бороться-то было за что? Браташ после себя оставила три квартиры в Москве, одну в Париже, к ним прилагается машина-места, а также многомиллионные денежные вклады с процентами, лежащие в одном из столичных банков. По закону, если у усопшего нет завещания, то наследство получают ближайшие родственники, по очереди наследование. Однако при наличии завещания наследодателем становится тот, кто указан в документе. Сестра умершей Браташ Романова подала документы о наследовании состояния, однако обычная процедура превратилась в настоящее шоу. Неожиданно объявился Джигурда с завещанием бизнес-леди. Джигурда рассказал, что познакомился с бизнес-вумен в 2010 году во время отдыха за границей. В том же году в США Браташ якобы и завещала ему все свое состояние. Однако, как следует из материалов дела, в 2010 году въезд женщины в Штаты зарегистрирован не был. Изначально дело было отдано в Кунцевский районный суд, который несколько лет решал спорный вопрос. Что интересно, сторону Никиты Джигурды отставил известный скандальный адвокат Эльман Пашаев, который в свое время защищал интересы актера Михаила Ефремова. На протяжении скандального процесса стороны представляли все новые-новые сведения и доказательства своей правоты. Решающим аргументом стало отсутствие у Джигурды оригинала завещания, где Браташ якобы указала актера и его супругу Марину Анисину своими единственными наследниками. Расставил все точки над «и» Мосгорсуд, который вынес решение в пользу сестры Людмилы Браташ Светланы Романовой. Сестра покойной признана единственной наследницей, которой нотариус должен выдать все необходимые свидетельства и документы. А вам, как всегда, спасибо за внимание. Оставляйте комментарии под данным видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». До новых встреч!